МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА События 4 года. Благодаря кому на доме появилась памятная табличка? Кто ее автор? Расскажем чуть позже. Как Ермак Шерханович по Сибири путешествовал? У Барнаульского тигренка новое место жительства. В регионе сегодня резко похолодало. В связи с неблагоприятными погодными условиями в крае действует штормовое предупреждение. На смену мокрому снегу пришел мороз. На дорогах гололедица. Похолодание сопровождается сильным ветром до 15-20 метров в секунду. Местами порывы до 25. Региональный МЧС просит водителей быть осторожными на дорогах. Только за сегодняшнее утро в Барнауле произошло 17 аварий. Один человек пострадал. Наиболее опасные места – магистрали, дорожные подъемы и спуски. Кстати, с сегодняшнего дня в краевой столице количество патрулей. Автоинспекции на дорогах увеличат в два раза. Водителям необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать беспорядочного маневрирования, резкого торможения и увеличения скорости. Особое внимание следует уделить при проезде перекрестков, пешеходных переходах, остановок общественного транспорта и дворовых территорий. Водителям следует по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния, а также отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться услугами общественного. И в связи с резким похолоданием круглосуточно будут патрулировать и федеральные трассы края. По сообщению официального сайта региона, дорожники очищают от снега участки, на которых есть вероятность образования гололедицы, проводят обработку специальными материалами. На федеральных трассах края работают более 60 единиц техники. Ночью будут дежурить 98 специализированных машин. Уделить особое внимание дорожной ситуации поручил и глава Барнаула. На период шторм прогноза в автодорстрое будут организованы круглосуточные дежурства. Техника и люди готовы к работе в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. В случае необходимости дорожники задействуют 17 машин, разбрасывающих песок и другую технику. Управляющим компаниям рекомендовано сосредоточиться на расчистке дворовых территорий. В связи с резким похолоданием Сергей Дугин поручил также всем службам принять дополнительные меры, чтобы системы жизнеобеспечения города работали без перебоев. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций можно звонить по телефону в Барнауле 29-91-99, в случае коммунальных аварий 29-91-88. К другим темам. Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего и въездного туризма подписали представители Казахстана и Алтайского края. В Петропавловске завершает свою работу 15-й форум межрегионального сотрудничества. В рамках договора планируется разработать новые методики продвижения, как приграничного туризма, так и других его видов. Нам очень интересен опыт Алтайского края в сфере развития экологического туризма. Сейчас мы этим занимаемся. А потом, как свидетельствуют историки, вообще человечество произошло на Алтае. Поэтому нам, конечно, очень интересен этот регион. В мероприятие принимает участие представители 11 регионов России и 18 областей Казахстана. Туристка, рекреационный потенциал нашего региона участникам представила и делегация с Алтая. В рамках работы форума руководители туристических центров Восточно-Казахстанской области и Алтайского края подписали меморандум об информационном сотрудничестве. Сегодня, конечно же, подписание этого меморандума является тем шагом, который позволит нам увеличить турпоток из соседнего региона, из соседнего государства. Потому что Алтайский край сегодня является тем регионом, который готов дать туристу из Казахстана все необходимое, что нужно современному туристу. Между тем, российские регионы становятся ближе. Теперь Барнаул и Екатеринбург связывают авиасообщение. Прямой рейс запустили накануне. Пока в краевой столице продали всего 9 билетов, но в аэропорту уверенно называют направление востребованным. Анастасия Дороган провожала первых пассажиров. Настойчивый взгляд, уверенная поза, хвост под хохлому. Канадский самолет «Челленджер» сел в Барнауле недавно. Еще часы домой в Екатеринбург уже с алтайскими пассажирами. Сюда я прилетел позавчера именно до Новосибирска. Нанимал этот трансфер. Пришлось ехать там почти 4 часа. Конечно, колоссально неудобно. А если сейчас будет прямой рейс, то для меня это будет хорошо. Алексей из Екатеринбурга, но каждый месяц приезжает на Алтай. Он уже подсчитал экономию в пути. За полгода двое суток чистого времени. А стоит рейс 5,5 тысяч, как купе поезда. Кстати, грядущие бураны и метели не должны помешать расписанию. По словам пилота, характеристики у такого самолета немногим отличаются от большого судна. Самая минимальная видимость, при которой мы можем садиться, это 350 метров. Если аэродром оборудован соответствующей системой посадки. Примерно 750-800 км в час мы двигаемся до пункта назначения. В последний раз сообщение с Екатеринбургом было в 2012 году. Сейчас за направление взялась компания «Руслайн», на счету которой поддержка десяткам межрегиональных рейсов. Небольшой лайнер СРЖ рассчитан на 50 человек. Сегодня первыми его пассажирами стали всего 9 человек. И это уже хорошо, говорят, в аэропорте, так как продажа билетов началась неделю назад. А пока самый популярный маршрут Барнаульского аэропорта – Москва. И кроме курортных городов и северной столицы – список региональных точек Скудин, Иркутск, Томск. В аэропорту уверенные внутренние перелеты нужно развивать. И у Екатеринбурга, который по расчетам востребован пассажирами, в этом плане хорошие шансы. Будем надеяться, что в 2019 году включат в список этот маршрут Барнауль-Екатеринбург как субсидируемый, потому что это значительно, конечно, скажется на снижении цены. Вместе с этим появятся надежды и на круглогодичность маршрута. А пока полеты в Екатеринбург запланированы до конца зимы – по вторникам и четвергам. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. Наши новости. Сегодня в Бийске дети-сироты получили ключи от долгожданного жилья. Однако заедут в свои квартиры они лишь после оформления всех документов. Предварительно это произойдет в конце ноября. Я первый раз зашла в эту квартиру. Прям не верится, что вообще эта квартира моя. Сейчас уже надо будет скоро закупать свою мебель и переезжать здесь буду жить. В 2018 году на реализацию программы выделено почти 500 миллионов рублей. Это средства федерального и краевого бюджетов. Жильем планируют обеспечить более 400 человек. Отметим, что первые пять лет его предоставляют на условиях договора специализированного найма. А уже после сиротой заключают другой. Только договор социального найма дает право на приватизацию жилья. Однако заключить его можно лишь при наличии у сироты разрешения органов опеки. На данный момент Бийская администрация приобрела 156 квартир. 38 уже предоставлены гражданам. Остальное жилье находится на стадии оформления. Специалисты поделились информацией, как обстоят дела с обеспечением сирот квартирами в других населенных пунктах края. Приобретены были квартиры в городе Барнауле, 59 квартир в городе Новоалтайске, 145 квартир и в других муниципальных образованиях Алтайского края. Новое судебное заседание, где владельцы Дворца спорта оспорят запрет на его эксплуатацию, пройдет в декабре. Об этом информагентство МИТЭЛ сообщил глава Крайсовпрофа Иван Панов. Напомним, еще в августе судом Железнодорожного района работа Дворца была приостановлена. Причина – серьезные, по мнению прокуратуры, нарушения пожарной безопасности. Владелец часть из них исправил. Оставшиеся, по мнению суда, не позволяют проводить в здании массовые мероприятия, как тренировки хоккеистов, так и эстрадные концерты. Собственник Дворца Крайсовпроф сейчас терпит многомиллионные убытки. На сегодняшний день из 16 нарушений 7 по-прежнему не устранены. Например, это касается потолочных перекрытий. По мнению владельца, оставшиеся нарушения несущественны и не могут являться причиной закрытия Дворца. Сегодня в Барнауле на доме, в котором долгое время жил и работал патриарх алтайской литературы Марк Юдалевич, появилась памятная табличка. Родственники писателя ждали этого события 4 года. Подробности в материале Елены Кузовкиной. Марк Юдалевич, поэт, прозаик, публицист, драматург, заслуженный работник культуры. Перечислять заслуги можно долго. Не зря Марка Иосифовича еще при жизни называли патриархом алтайской литературы. Это одно из последних интервью, которое наша телекомпания успела записать. В 2014 году Юдалевича не стало. Я вообще не люблю этих празднований, когда особенно меня касается. Там начнут говорить, чего и не было наговоря. Хвалить начнут. Я чего не заслужил, я же понимаю. После смерти писателя родственники заговорили о том, что его память необходимо увековечить. Они были уверены, что однозначно найдут поддержку со стороны городских властей. Ведь такой человек достоин внимания и после жизни. К сожалению, внучка Юдалевича Юлия, которая живет в Новосибирске, приехать не смогла, а заболела. На долгожданном для семьи событии присутствовала невестка Марка Иосифовича. Юля очень хотела, чтобы эта доска была установлена. И она писала и обращалась в самые высшие станции. Но говорили, что вроде как еще и не время. Четыре года назад идею с памятной табличкой чиновники не поддержали. Тогда сделали другое. Именем Юдалевича назвали одну из барнаульских библиотек. В музее город организовали экспозицию, посвященную писателю. И лишь сегодня, к столетию Юдалевича, на доме, в котором он жил и работал, появилась памятная табличка. Конечно, ее разместить на доме нельзя без согласования и разрешения жителей этого дома, управляющей компанией. Но затем, когда все согласования сделаны, утвержден эскиз, тогда уже можно устанавливать. Занимался разработкой эскиза барнаульский архитектор Сергей Баженко. Специальная городская комиссия отслеживает, чтобы все мемориальные доски и таблички вписывались в общий архитектурный ансамбль. К слову, на изготовление этой из городской казны денег не брали. Память Юдалевича увековечили на спонсорские средства. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. В понедельник в Барнаул приезжает главный волшебник страны, Дед Мороз из Великого Устюга. Он поздравит с наступающим Новым годом всех жителей края. Вручит подарки малышам, а также навестит детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Очень сильно ждет Деда Мороза и Миша Прохоров из Барнаула. О чем мечтает мальчик, который не может двигаться и почти не разговаривает, расскажем далее в сюжете. Миша Прохоров делает математику ногами, а также ими рисует, печатает буквы и познает мир. Мальчик родился с диагнозом ДЦП – это тропорез. Ребенок не может двигать ручками, ходить. Разговаривать Миша научился два года назад. Сейчас ему девять. Он берет мелкие предметы, например, ручку, например, карандаш. Вот любое. Отрывает кусочек бумажки. То есть у него большой пальчик на ногах, как вот наш указательный и большой. То есть получается, что мелкая моторика ног у него. За год уже третий планшет, говорит мама Миши. Бывает, ребенок нечаянно разбивает экран, когда пытается что-то напечатать ногой. Но отказаться от гаджетов семья не готова. Евгения уже не надеется, что когда-нибудь сын сможет управлять руками. Врачи позитивных прогнозов не дают. Сейчас женщина просто адаптирует ребенка к жизни. Молодец, Мишка какой ты у меня. Ты мне молодец? Да. Миша учится в обычной общеобразовательной школе среди обычных детей. Никаких повлажек. Поэтому бывают и тройки, как у всех. Но зато он уже осваивает науки, которые не проходят во втором классе. Астрономию и биологию. Миша учится звезды, любит смотреть на ночное небо. А с недавнего времени увлекся лабораторными исследованиями. Что ты хочешь от Деда Мороза? Микроскоп. Возможно, о его желании узнает Дед Мороз из Великого Устюга, который в понедельник приедет в Барнаул. Пока Миша еще не писал письмо главному волшебнику страны, но вместе с мамой они уверены, что чудеса случаются. Ирина Корчегина, Николай Шелко. Наши новости. Ермак отправился покорять восточную Сибирь и Дальний Восток. Так зовут Тигренка из Барнаульского зоопарка. Малышу исполнилось почти пять месяцев. И вот теперь он будет жить на новом месте. По сути, Ермак обзавелся сотнями поклонников благодаря социальной сети. Заодно лично познакомился с жителями страны. Кирилл Политов проследил маршрут своего полосатого друга. Вот такой пушистик наш, пушистик такой хороший. Хороший. Знакомьтесь, Ермак Шерханович. Вот так малыш путешествует на автомобиле через полстраны. Вот так ест запасы, которые взял с собой в дорогу. На еще кушай. Путешествие на машине Ермак перенес с трудом, но стойко. Это и понятно. Все-таки две с половиной тысячи километров проехал. На каждой остановке в видеоотчет Кемерово запомнилось количеством снега и приличным минусом. Не то, что в Барнауле. Хотели прогуляться с ним, но что-то он не хочет выходить. Так, покормили его немножко и вот он. В Иркутске, словно местная звезда, буквально за секунды собрал вокруг себя массу поклонников. Несмотря на усталость, фотографии на память никому не отказал. В детском кресле его посадили. Вот такой вот он у нас Ермак. За всеми передвижениями Ермака директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев наблюдал онлайн. Это четвертый тигренок семейства Шерхана и Багиры. Несмотря на расставание с сыном, мама выглядит абсолютно спокойной. Папа так и вовсе занимается своими делами. В природе существуют очень порядочные, хорошие такие вещи, как доверие. Так вот, Багира нам доверяет полностью. Поэтому будем надеяться, что следующей весной она снова нам принесет замечательных котят. Да, Багира? Обо всех передвижениях Ермака в социальной сети сообщает его сопровождающий Александр Чеботарев. Конечная цель наших земляков – столица Бурятии. Мы приехали в Этнографический музей народов Забайкаля. Сразу же по приезду вновь десятки фотографий, съемки на местном ТВ и интервью. Впрочем, еще бы, сам царь в городе. Для того, чтобы Ермак как можно скорее почувствовал себя как дома. Нет-нет, он не кусается. Это про Шерхановича. Пока не кусается. У тигра уже есть свой вольер, в меню конина. Так что райдер соблюден. Жители Алтая будут вспоминать Ермака как самого активного тигренка. У многих остались фотоснимки с ним в главной роли. Как бы сказали интернет-пользователи, мимимишность зашкаливает. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. На всей территории края по зимнему морозно. В Бийске и Олейске до 16 ниже 0, в Рубцовске 19, в Белокурихе 12. В Барнауле ветер северный, слабый. Ночью столбик термометра опустится до минус 25, днем 18 мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. А у меня на этом все новости. Всего вам самого доброго. Продолжение следует...